вы не забываем опыт попробуешь сейчас попробую так здесь у нас еще я думаю это какой-нибудь там типа мол незабываемый опыт это типа опыт на некоторое время плюс какой-то из какое-то количество так сундучело у нас здесь есть какое-нибудь нет нету ладно мне не нравится бегать малым талантом еще будет пока малый и это нифига а так подожди тут просто пойдемте не забываем опыт зачекируем томатик к 100 центру солнце ночью так сенсена ночью еще бодр все участие голосу сами здоровья Ничего не произошло. Просто ничего. Ничего. Это просто пати хилл за 20. Пати хилл за 20. Спасибо тебе большое, игра. Very, 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 very good. Very good. Судя по всему, мне реально малым надо будет бегать больше всех. Че так развернули камеру-то? А, восхитительно. Все бы пати хилл за 20. Так, лобовьернов там. Ну, идем, идем. 14. Так, и... Посмотрим, че там. Нормально работает. Не, если оранжевый, видите, нормально работает. На тебе. Победа. Победа-победа вместо обеда. Ща бы пати хилл за 20, да, и еще при этом минус день. Тут самое мерзкое. Ой, я вижу там вкусняшку. Идемте за вкусняшкой, конечно же. Да, и еще, блин, это... Это же полная жопа. А. Тель за ангела. Та самая за тысячу, которая... Ну, как известно, сэкономил, заработал. Идите сюда. Гамбароны! На тебе, гамбарону. Сизен! Такого, кстати, эти чуваки не видел. А, ну да, так. Так, а где зеленые? Они собираются там? Зеленые собираются кучу? Не до конца непонятно, это здорово или не здорово. Мало используется в сюжете, файтится, можно кем угодно. Слушай, да тут такой вопрос-то вполне закономерный. Как бы, тут есть... Блин, опять? Черт, я, кстати, ключи не посмотрел в этом заведении. Этот сундук заперт. Факт. Ну вот как так-то, ребят? Как так-то? Где я ключи? Я ключи мог купить в этой штуке? Так. Так-так-так, у меня новый сабскрайбер. Воду даже так можно. Тимур Лакс? Ага. Понятно. Тимур Лакс. Тимур Лакс. Все понятно с тобой, Тимур Лакс. На тебя. Эээ, ты возьми этого-то. О. 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 Шикарно. На тебе. Спасибо большое, Тимур Лакс. Звучит, конечно, так, будто бы ты хотел оскорбить свою братишку Тимура. Эээ, либо ты являешься средством от, эээ, от болей в животе. Не знаю даже, что лучше. Вот тебе брофист еще. Туш. И обнимашки. Спасибо тебе. Синий сундук откроешь за оклом, потом в королевстве изучишь. Надо будет запомнить, где они находятся на самом деле тогда. Хотя я думаю, что просто гуглиться на раз-два. Золотая пшеница. Да. Потом открою за оклом. Это замечательно. Так, да, нашел этот... Штучку-вкуснючку. Я пошел откровенно не в ту сторону. Подожди, я портал-то открыл. Я ухлит, надо портал открыть было. Заранее, конечно, чтобы потом портануться к нему. Перевол клыка. Сейчас, короче, там обследуем все. В пещере само собой заходить не будем. И в перевол клыка зайдем. Крысопуз-лучник. Там, кстати, внезапная атака крысопузов-лучников. Ура! Крысопузы очень слабые. А есть разница подписки с правом и без? Технически... Я не помню точно, но вроде как да. Вроде как небольшая есть. О, смотрите, тут... Вы кто-то кинулый. Старший перед караульной. А, понятно, это... Это просто блок. Историкл блок. Ну, слушайте, на самом деле бежать-то туда... Долго, поэтому... Ну, и просто сделать проще порт-аут. Так, тут можно наверху. К сожалению, мы этот сундук не взяли, видите? Пока что не положено мне его по рангу брать. Ну, и ладно. На самом деле, не думаю, что за ними прям надо так охотиться. Учитывая, что я сюда потом ради синего должен возвращаться. Урон девятый виверн, громокрыл, четырнадцатый. Вот здесь хорошо, здесь можно пофармить левелок. Приятно. Так, амулет здоровья дополнительный. Шикарно. Разокрыл. Тринадцатого левела. А они, кстати, четырнадцатого левела, а на деле очень слабые. Потому что летающие. Это приятно. А лутать можно ничего не бегать, потому что после этого... Потому что после этого... Духовный жезл, отлично. Снаряга. Малой. Мистическая дубинка. Духовный жезл, 34. Просто отличный ап. Отличный ап малого. Здесь можно, будучи на возвышенности, упасть туда. Так, здесь можно уже вывешивать. Малой там... Пушик. Очередная сверхуверенная. Кольцо дистанции. А, это уже у нас было. Ну. Пока неплохо. Виверн. Это нам туда, в общем и целом. Надо постараться не подраться с ней. Это что надо упасть на тот сундук. Справа. Отлично. Сундучелло. Грязнокрыл. Тоже чехоле. Вырачилло, как говорится. Пока бежишь к этому кнопку, вполне вероятно стоит. Вероятно, стоит пользоваться альтой. Так и главное, поэтов ретрит не прожми. По поводу разницы подписки с праймом и без. Короче, есть бесплатный прайм. Учебная туника, туника, ветра защиты. Это очень здорово. Тут же у нас лайтнинг есть. Дамаг. Так, подожди, давайте на обратном пути это что-то возьмем. Старинное яблоко. Блин, это... Так дофига. Так, ладно, на двое их завязываем. Это они... Это они кого выделили, да? Нарисовано, кстати, очень приятно. Очень приятно нарисовано. Просто... Просто класс. Отлично, здесь есть судьба. Так, представь себе, как будет после взрыва. Он начнется рассказать, что там был. Да, да, да. Все правильно, так и надо. Ой, это нехорошо. Там сто урона получил. Короче, есть платный прайм. Он точно такой же, он такой же, как обыкновенный. Самое духовное, духовное же золотение. Самое крутое, конечно же... Самое крутое, конечно же, если ты оформляешь 25 долларовый сап. Но это, как бы, безусловно, не для всех, потому что... То, что это, ну, просто-напросто дорого. Надо отдать должное. У нас сейчас... Блин, хочется судьба наверх, ну ладно. Забегу кругаль, сделаю такой быть. Что я могу оттуда просто не вернуться потом. Простую ткань, целебный трехлистник. Громокрыл, главное, не трогай нас. Зелененьких не завязал. Ай, да клал я на них. У меня все пока что разваливается и без них. Так. Очередная. Все, приехали. О, зеленые, кстати. Что они делают? А, это зеленые вроде как нахилы, сене память не изменяет. То есть, можно просто, чтобы из боя... Из боя выходить, скажем так, с плюсом. Можно спокойно триггерить зеленых. И тогда будет вообще в жизни все прекрасно. А, вы-то как знаете, как в Disciples с собатисами. С собатисами, когда играешь за людей, ты, как правило, пролонгируешь... Пролонгируешь матч специально, чтобы... Пролонгируешь матч, чтобы покинуться подальше, оставляешь это вон и уюта, и короче, и не видишься. А, да, у летающих еще крышки, можно принимать это, да. Так, логовый верный там. Это мне надо в эту пещеру первый раз. Первый раз первый класс здесь. Здесь растут маленькие грибы, если подрастут, смогут служить опорой. Сук, мне хочется туда, я пока туда не могу. Вот это вот боль, GRPG. И вообще не только GRPG, а многих RPG. Как бы хочется наверх, да? Хер. Никак. Есть разница между обычным... С них Twitch забирает себе столько же, сколько обычного или больше. Как бы... С обычного саба ты получаешь... С обычного саба Twitch забирает половину, 2,5 доллара. А с крутого саба, по-моему, забирает там... То ли 5, то ли 4 доллара. С крутого, с 25 долларов. Так что 25-долларовый саб, это резко более крутая штука. Он равен примерно 10 сабам обыкновенным для стримера. Шанти держат где-то там внутри. Вот. Почему на альтернативных стримах так мало людей? Раз и альтернативные идут тебе в минус. Идут. Идут, поэтому они стоят очень дорого. В плане зрителей они идут, конечно. Там просто у всех разные вкусовые предпочтения. И популярные игры, это популярные игры. Так, давай, что-то хочешь. Золотаря духоприводная со стороны звуки. Что-нибудь. Это то, что добавляют в торты и другие десерты, да? Сахар. Обыкновенное молоко. Простые сливки. Ну, давайте попробуем ему. А я могу и то, и могу либо это, либо это, да? Давайте молоко подобавим, попробуем. Молоко добавляют? Видимо, ему не понравится. Я думаю, что сливки нужны. Понятно, давайте попробуем ему воздушные сливки. Понятно, мне дают типа выбрать либо молоко, либо сливки. Само собой сливки. О, тёмного дали. Фуняж. Фуняж, чертёнок, кстати, стал вашим новым союзником. Надеюсь, он дерзкий. Так, дерзкий фуняж, дорогой фуняж. Команда. Заводила. Ура, у меня теперь робкие-робкие потрусливые заводила. Отлично. У меня фуняжа. Фуняж, я мощь, растёт. Так, травка, муравка. Лёгкие воздушные сливки добавляют торт и другие. Да? Там так было написано. Назови мне 10 на молоке. Птичье молоко? О, конфета божья коровка? Молоко с сахаром? Молоко с мёдом? Топлёное молоко? Мороженое? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Молочный коктейль? Ха-ха-ха-ха. Здесь никого? А, как-то тихо. Эва. Эва наверху. Вот они, Виверны. Виверн Кит. Он недоволен. Так, это Эван говорит. Мы пришли за Шанти. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Пришли за девчонкой, значит. Что-то вы не похожи на воздушных пиратов. Долина воздушных змеев принадлежит нам, Вивернам. Или Вивернам, не знаю. Вы не Виверны и не воздушные пираты, а значит, это не ваше дело. Валите, валите нахо оттуда. Чё припёрлись? Пошли в водочку, гилья, господи, иди, сухопутные крысы. Пошли в водочку, а нахо, господи, как бы вы сюда припёрлись-то, а? Да-да-да. Это же Черри-Череп. Черри-Череп, спасибо тебе большое. Мне кажется, ты уже был у меня с Абом. Вот, вернулся, что ли? Спасибо тебе большое. Тебе брофистища. Тушь! И обнимашки. Эван не нашёлся ничего, ответить, кроме как Б. Мы не уйдём, пока ты не отдашь нам Шанти. Шанти. Отлично сказано, Эван. Это теперь уже и наше дело, так ведь? Что ж, вам придётся пожалеть о своём выборе, отлично. Уровень одессы вернкинка. Ух ты, я уже с ним вернуто сколько. Где этот дебил? Ах, вы не годники. О! Иди сюда. Отрывается от тебя очень много очков за одну ульту, братан. Как малой там огрёб. Походим, походим, походим с силу. Силу земли пока. О, пошла он-то. Ах, ты ж собака. На тебя. Так, хуняши, давайте. Уровень! И получили что-то там безмолвно. Чё там? Фух, победа. Ах, другие монстры тоже отступили. Они держат шанти там. Надеюсь, с ней всё в порядке. Так, лёгкую тунику безмолвие. Ммм, лёгкая туника безмолвие. То, что надо. Где-то раз защита на 21. Старый плащ. Защита от проклятия 3+. Вау, у неё 40 маджик-реса. Количество золота у побеждённых врагов 2+. Вау, очень классные. Кстати, простые башмаки. Так, а теперь мы тогда берём малого и старый плащ. Переодеваем в учебную тунику ветрозащиты. Защита от сна плюс. И я, наверное, как-то ветрозащиту больше уважаю, чем сон. Хотя там тут плюс 3 маджик. Я полагаю, что ветер это. Полагаю, что ветер это лайтинг-дамаг. Эйло, помогай. Нам нужно резать верёвки. Нормально. Ты почти фан-сервис. Почти фан-сервис, ребят. Ты тут самый мальчишка? Ты пришёл спасти меня? Мальчишка. Мы же почти одного возраста. Прости, прости. Я Эван. А я Роланд. Эван, Роланд. Это ну. Спасибо вам. И всё-таки. Не думала, что ты такой отчаянный? Папаша молодец, конечно. Прислал подмогу. Мы заключили сделку. Я спасаю тебя, а он не разрешает нам пройти через долину. Всё-таки не прогадала я. Твои глаза похожи на его глаза. Поэтому я решила, что ты ему понравишься. Ты прозорно? Вовсе не похожа. Похоже, похоже. Твои глаза смотрят далеко-далеко в бесконечное небо. В бескрайнюю небесную даль. Вот так вот. Вот такие вот у меня глаза. Так, всё. Что, Зоран, уже не прогадал? Шаньч, похоже, ты допустила оплошность. Прости, босс. Эван! Эван, как я и обещал, я даю тебе разрешение свободно пересечь эту долину. Благодарю вас, Зоран. Ёси. Мм, мы ещё на один шаг стали ближе к колыбели божества. Да ладно, колыбель божества? Вы идёте к колыбели божества? Вот же шок! Внезапная причина присоединиться третьему персонажу отряда! Да. В таком случае на крылатом рейтере будет гораздо быстрее. Но зачем вам в такую даль? О! Этот парень заключит договор со святым защитником и станет великим королём, который объединит весь мир. Эээээ? Королём, который объединит весь мир? Ага, так вот зачем тебе колыбель божества. Какой же ты отважный. Да, внешность бывает обманчива. Так, я решила. Я пойду с вами. Невероятно! Нет никого, кто знает эту долину лучше, чем я. И при этом, при всём, я буду опять же на своих ВАСД путаться и втыкаться во все места. Всё-таки, чё? Ээээ, а ты-то куда намылилась? Папаша, опять ты за своё. Можно я сама за себя подумаю, а? Ну что, Эван, прошу любить и жаловать. Шанти стала вашим новым союзником. Эх, папка фэйспалнит на заднем плане. Так, я там внизу на площади приготовлю рейтер. Как будете готовы, дайте знать. Отлично. Сюжетный квест обновлён. Так, ну пойду зачекаю, чё там продают. Так, опять не туда, надо сюда справиться. Если нормально чё-нибудь продают, то куплю. Так, что тут вкусняшка лежит, а я прям пробежал. Ублачный камень. Чё у тебя с репертуаром, подруга? Если что-то нужно покупать, не стесняйтесь. Слеза ангела, бардажная сабля, вихревые ботинки. А, у Шанти, кстати, уже даже и клип какой-то есть. Подожди-ка. Отмена. Так, Шанти. Так, Шанти у нас грубое копьё. Ага. Короткий лук. Короткий лук. Не продаётся. Железное копьё, грубое копьё. Она у нас копейщица дофига. Она юзает только копья. Кожаная броня. Ядрить у тебя броня отличная. Слышь, подружка, снимай-ка. Снимай-ка. Так, кольцом амулета на тебя, конечно же, нафигачим. Амулет на тебя нафигачим. Воровство. Воровство? Можно воровать. Можно воровать предметы? Слушайте, это же идеально. Я в деле. Так, копья... Копья мы тебе какие-нибудь можем зафигачить? Давайте посмотрим, можем ли мы купить. Грубое копьё, тяжёлый молот. 29 на грубом копье. А может купить всё равно 2000 железа. Мистическая трость. Я думаю, я просто найду лучше. Так, отмила. Ладно, хрен с ним. Ничего, я надеялся на то, что она мне ключи или от мучек насыпет. Но она ни ключей, ни от мучек не насыпала. Так, можно уже к Шанте бежать и... Э, дай на шип-то залезть. Там же вкусняшка лежит. Обычный камень. Есть, обожаю камни. Да, тут-то я. Готов, конечно, готов. Да, да, да. Я, правда, не сохранялся давно, но я думаю, что тут автосейв какой-нибудь будет. Эван, можно тебя на минутку? Я не мог перед всеми начать вас отговаривать, но... Никто еще не возвращался невредимым, мы сколыбили божества. Если что-нибудь случится, Шанти, я тебе этого не прощу. Не волнуйтесь, мы будем осторожны. Я позабочусь о Шанти. Пф. Вау, нихера себе. Тебя рядовые пососы в сетку поймали и притараканили в этот лагерь просто так. Ну что, в путь? А теперь ты такой, типа, я позабочусь о Шанти. Братан! Ты наркоман. Понятно. Не забудь качнуть пиромантию. В смысле, конечно, качну, будь уверен. Колыбель божества там наверху. Так, ну поехали. Так, мне бежит мой этот, чувак, не подожди, дай-ка, команда. Шанти, давай посмотрим, что ты делаешь. Руни восьмой. Шанти малая совсем. Посмотрим, что за билка воровство. Я как только увидел воровство, сразу понял, что это самое сладкое. Конечно же, надо в каждом бою жать воровство, ребят. На всю ману. Воровать это восхитительно. Это явно отличный Magic Find просто. Колыбель солнца. Значит, здесь можно заключить договор со святым защитником. Да, если тебя признают достойным. Ну, давай заключать договор. Что это? Ты тот, кто пришел за покровительством богов? Оно говорит. Я Эван Дорис фан Ниандал. Я пришел, чтобы просить о покровительстве святого защитника. Докажи же тогда, что достоин. Пройди испытания мудрости и отваги. Так, ну что, пошли. Ты должен пройти все испытания в одиночку. Ступай же, Эван Дорис фан Ниандал. Эй, Эван, ты это, будь осторожен. Все будет хорошо, я уверен, ты справишься. Начнем с того, что... Начнем с того, что... Снаряжение. Так, начнем с простого. Снаряжение Эван. Па-па-па-па-па-поменяться. Да, поменяемся. Па-па-па-па-пап. Поменялись. Да-да-да, весь топовый набор пух, пожалуйста, мне. Потому что я сейчас пойду один. Тусклый волшебный скипетр на 35. Я в деле так-то. Духовный жезл тени. Мне, кстати, он нравится вполне. Там минус один урон, но у него там типа 27, ничего другого. Это же как бы... Это же как бы... Подождите, вот это же... Это у нас что за параметр? Это магический урон. То есть, получается, у этого... Я вот что понял. Подождите, я же наркоман. Это же как бы получается у этого 57 урона. Это же как бы маг-урон, да? Правильно я понимаю? Или это не так работает? Ладно, наверное, это... Как это... Как это работает, ребят? Кто знает? У меня есть 36 и 11. 33 и 16 же, наверное, лучше. Потому что минус 3 по этому, зато плюс 5 по этому. Это же маг-урон, да? Растет. Это же по сути... Это СПД? Это СПД? Или урон магический на пушке? Урон просто идет бонусом к статам. То есть, просто видишь наиболее высокие цифры? Пихай. Так, учебная... Тут кожаная броня просто царская. Хотя здесь есть легкая туника безмолвия. Я, наверное, ее как-то возьму. Она прям совсем безумная. Прочит. Поростые башмаки на вихревые ботинки, пожалуйста. Кольцо дистанции. Ну, сейчас я буду в мели воевать, поэтому... Так, амулет здоровья. У меня амулет здоровья. Хотя можно и амулет... Здесь амулет защиты, наверное, я возьму. Так, ммм, плюс рутинушка. Да, нормально. Это то, что нужно. Команда, лидер, Эван. Да, вон, все равно уже... Так, ну, поехали. Ну, что, нужен гуршак, и... Может, ты когда... Может, ты когда скиллы завязываешь? Понятия не имею. Так, приехали. Так, это явно какое-нибудь испытание мудрости, что-нибудь в этом духе. Что это? Это зал мудрости. От книги начала к книге конца, приведи историю к правильному завершению. Однако возвращаться назад не позволено. Это, наверное, книга начала. Так, для того, чтобы приступить к испытанию, выберите начать испытание книги начала. Следуя ходу истории, пройдите все отметки у каменных статуй в правильном порядке и приведите повествование к своему завершению. Если последовательность окажется наружена, испытание считается правильным, поэтому внимательно ознакомьтесь с содержанием истории. Рядом с некоторыми статуями могут находиться переключатели. Они поворачивают прилегающую статую к ним на 90 градусов. Направление статуи также выявляется важным словом прохождения истории. Если вы прошли все отметки правильно, но все равно провели испытание, внимательно проверьте направление каменных статуй. Если же на пути своей цели вы оступились или избились пути, то можно начать заново, нажав ТАП. Я ничего не понял, но сейчас ничего не сделаем. Изучите книгу начала. Так, здесь у нас... Что это такое? Магия. Сейчас этот приключитель бесполезен. Это книга конца. Книга конца вместе, чтобы они спасли. Это что, это Эван? Мальчик. Это я, это я, это я, пацан. Давайте изучим книгу. Давным-давно это было могущественный злой дракон захватил власть над миром. Тяжело пришлось людям в ту пору. Один мальчик, живший в маленькой деревушке, решил спасти мир, чтобы вернуть улыбки лица людей. Назов его сердце, откликнул магический посох, хранившийся испокон веков в деревне. Так, магический посох испокон веков в деревне. Окей. Мальчик был избран посохом и стал волшебником влекомой магии посоха. Перед мальчиком явился сказочный дух. И стал его компаньоном. Вместе они отправились в долгое путешествие, чтобы освободить мир. Так. В начале испытания вы увидите так называемые бонусные орбы, парящие в некоторых местах. Вам не обязательно их собирать, но в зависимости от собранного количества в конце испытания вы получаете определенный бонус. Так. А, они одноразовые уже точно. А, мне надо было заново. Ой, я все запорол, чуваки. Ладно, хорошо. Давайте как-нибудь пока что понаглому побежим. Да, я все запорол. Короче, смотрите. Это пока просто нагло побежим. Вот, это, короче, кнопка пацана. Но здесь я уже все запорол, конечно, потому что бонусные орбы не собрал. Здесь надо найти посох. Потом мы побежим вот так вот. Соберем. Нет, подожди, некоторые не об... А, нет, обваливаются все в порядке. Поберем, соберем вот эту штуку, но... Ага, это, подожди. А-а-а-а, пацан, падай. Так, а как мне перечитать историю? Вид сверху. А, начинай заново тап. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Зачем нам крутилка? Крутилка, наверное, пока даже не нужна. Мы потом... Ну, давай попробуем как-нибудь так, 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 так. Так. А-а-а... Это на обратном пути возьмем. Это так. Это так, так. Ой. Так, арбу взяли. Арбу взяли. Теперь мы можем... Взять вот эту арбу. Подожди, стой. Направление каменных статуй? Что? Так, стоп-э, стоп. Это что-то хитрое. Мне, возможно, надо будет нажать эту кнопку как-то по-другому. Закончится прочитать историю. Так. Давным-давно могучный один мальчик, живший в маленькой дерюшке, решил спасти мир, чтобы вернуть улыбки. Назов сердца, откринуться магического хронича, спокойно... Э-э-э, подожди. Так, прочитать историю. Э-э-э, прекрати, прочитать историю. Ну, я нажал кнопку. Почему ты пропускаешь следующее? Э-э-э, подожди, чувак, а почему ты пропускаешь вторую страницу? Ладно, скорее всего, мне надо покрутить эту штуку. Так, хорошо пробел. А, вот. Мальчик был избран посохом и стал волшебником великой магии посохов. Перед мальчиком стал и компанией вместе, они отправлялись долго, потому что, чтобы освободить мир. Перед ним! Ладно, давайте попробуем. Короче, делаем вначале то же самое. Вначале делаем то же самое. Ой, кстати, там бонусный орб. А, ну мы на него просто забежим и всё. Делаем то же самое, только вот тут вот есть кнопка, которая позволяет крутить. Перед ним, да? Предположим, что он будет смотреть в эту сторону. Или как? Давайте вот так вот попробуем. Типа он должен смотреть на пацана. Ленегретку Рестина поддержал нас соточку и сообщает привет стримерам и чатам. Здорово. А что у вас тут так было? Не, не так. Мне вот зарплатка пришла, решила поделиться. И да, ты снова мне должен. Так. Понятно, спасибо, спасибо. Да, в смысле, я решаю задачки и головоломки, ничего не понимаю пока что. Вид сверху. Так, что за фигня? Я, может быть, в неправильном порядке это делаю? Подожди, а если я нажму вот так вот, сразу будут запоры туда. Да. Значит, точно идёт сначала пацан, потом пушка, потом надо... встретился к нему лицом. Значит, видимо... Ну, попробуем повернуть его дальше. Это как-то странно всё. Спасибо тебе за поддержку. Значит, ну, попробуем покрутить его дальше. Эта штука не так, эта штука так. Предположим, ну, у нас последний вариант остался в ту сторону слоить. Почему он должен стоять в ту сторону, я не представляю, но вот... О, видите, он должен стоять в ту сторону. Типа посох должен смотреть на... Посох должен смотреть на путника. Это так странно. Вы хотите привести историю к книге конца? Ну да, я все бонусные орбы собрал, и всё хорошо. И вместе не отправились. Так, а что значит вместе отправились? Он с посохом вместе отправился? Почему... Почему оракул должен смотреть на посох? С рояля. Целебный двулистник получили благоуханию аромы... Кожаную броню. О, шикарно. Ладно, погнали дальше. Супер головоломки решать. Не посох... Не посох, наоборот. Привлеченный посохом. Я этого даже не видел. Похоже, мое испытание мудрости еще не закончилось. О, тут пойдет поедет сейчас говнилова. Сказочный дух стал проводником мальчика, и вскоре они встретили новых друзей на своем пути. Первой была добросердечная орфистка. Орфистка. Нежные звуки ее струн исцеляли сердца людей. Вторым был храбрый стрелок. Орфистка-стрелок. Его отвага и преданность не раз помогла избежать опасности. Третьим был мудрый волшебник. Орфистка-стрелок-волшебник. Они стали учителем для мальчика и передал им все секреты магии. Теперь, когда у него появились товарищи, мальчик мог бросить вызов чудовищам. Сражаясь со злом, друзья продолжили свой путь. Орфистка-стрелок-маг. Дайте я просто пока посмотрю. Тут еще шары. Орфистка-стрелок-маг. Мальчик. Ну, это орфистка. Это стрелок. Мальчик. Здесь покрутилка есть какая-то? Ну, ладно, попробуем пока что просто побегать. Орфистка. Стрелок. Это мальчик, это вот он там, да? Да, стрелок. Ты же стрелок. Да, стрелок. Ты на мага похож? Ты маг-парцан? Да, это маг. Это маг. Значит, пойти нам надо туда. Пацан пошел навстречу... Так, это скорее всего надо будет как-то покрутить. Так, перечитать историю. Сказочный дух стал проводником мальчика, и вскоре они встретились с новых друзей на своем пути. Первый был а-та-та-та-та-та-та-та. Это все фигня. Теперь этим был... Он стал учитель магии. Теперь, когда у него появились товарищи, мальчик мог бросить вызов чудовищам. Сражаясь со злом, друзья продолжили свой путь. Бросить вызов чудовищам. Давайте покрутим чудовищ так, чтобы мы могли... На них встать. Мы обойдем, возьмем этот голубой шар. Есть шары, которые мы пропустили? Не, походу нету никаких. Так, попробуем. Да, но... Хрен его знает. Ну вот чудовище повернутый, пацан повернут. Да, пацан бросил вызов чудовищам. Так, все шарики взяли? Вроде да. Ну, поехали тогда. Вы хотите провести историю книги конца? Да. Рестарт все сломает. Аккуратно рестарт сбросит весь этаж. Ага, ужас какой. Вам удалось верно провести историю книги конца. Ароматерапию получил. Трехлистник и... Еще кожаный армор. Духовный жазел. Или сегендарный. Погнали. Испытание мудрости, это, наверное, последняя глава. Так, ну ладно, погнали. Победить дракона можно, лишь уничтожив четыре башни, излучающие злую силу. Первым в бой ринулся волшебник, уничтожив одну башню с помощью магии. Следующую башню метким выстрелом разрушил стрелок. Затем артфистка, повернувшись к солдатам, коснулась струн, звуки ее музыки разлись по полю боя и придались сил воинам. Так, третья башня пала. Последнюю башню разрушил сказочный дух, бросившись на нее своим телом. Значит, волшебник, стрелок, артфистка. Артфистка смотрит на солдат. Сказочный дух бросил... Желтый сказочный друг разбросил ее своим телом. Да, и что дальше? Когда все башни были уничтожены, наконец-то остался час решающей битвы. Долго продолжался бой, но мальчик поймал момент и обрушил на дракона легендарное заклинание Утренняя Звезда. Так дракон был повержен в мир и вернулся на землю. Так, это маг. Это маг. У нас маг... Начинается все с мага. Начинается все с мага, поэтому я, в принципе, да, поэтому париться не буду. Так, что это у нас такое, вот это вот? Где пацан? Да пацана не вижу. Стрелок там. Тут у нас... Так, подожди. Представляете, значит, стрелок, сказочный дух. Это третья башня. Подожди, вторым метким выстрелом разрушил стрелок, а я могу как бы... Ладно, пока мы дракона не трогаем. Подожди, с драконом... С драконом... С драконом не все так просто. У него здесь вот ходит эта платформа, которая должна помогать не перемещаться. Ага, вот оно в чем дело. Вот оно в чем дело. Давайте-ка пока что его вот так вот поставим. Он, видите, как тут... А, нет, подожди. Это может позволить мне на стрелка перейти. Пока что. Ну ладно, давайте попробуем. Этого чувака мы пока не трогаем. Это будет последнее. Так, он разрушил башню. Хорошо. Вторым был стрелок. Стрелок должен смотреть на... Так, стрелок должен смотреть на башню. Так. Самую дальнюю башню метким выстрелом разрушил стрелок. Так, здесь надо перейти. Потом пришла артфистка. Артфистка. Артфистка, она вон. Пацан будет смотреть потом на дракона. Так, потом начать... Потом пришла артфистка. К артфистке мы доберемся сейчас. Так, здесь надо... Ага, значит, налево так, направо так. Да, здесь собираем вот эту вкусняшку. Пам-пам. Угу. Так, мы правильно бежим. Артфистка смотрела на солдатов. Артфистка смотрела на солдатов, и тем самым солдаты... И солдаты уже в свою очередь. Так, икс, 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 икс. Перечитайте историю. Артфистка. Затем артфистка, повернувшись к солдатам, коснулась трунзуки и музыка, развелись по полю боя и предали силу во им. Угу. Хорошо. Солдаты это... Кто из них, я не знаю. Но знаю, что мне точно так убирать. Опа, подожди, а это как-то даже странно. Как мне влезть, а потом не запороть? Как мне влезть, а потом не запороть? Как-то странно. Мне надо встать туда, а потом... А, подожди, стой. Нет, подожди, мне сейчас надо точно налево. Это надо... З для слабых. Конечно, для слабых. Блин, так, слишком просто. Так. Мне надо повернуть артфистку, чтобы она поорала на солдат. Хоть хотя бы на одного. Потому что, если она не поорет ни на одного из солдат, то все будет очень плохо. Это значит, что мне надо встать вот на центральную клетку, где у ее руль. Но как бы я на нее не встал, я после этого не выберусь. Это очень отвратительно. Подожди, может быть, я здесь как-то смогу. Я, короче, зря здесь пробежал, ребят. Вот в чем дело. Мне надо, типа, забраться вот так вот. Да, здесь я зафэлю. Подожди, а это не солдаты? А где солдаты? Солдаты это вот эти кашкалюди. Все, я понял. Это все не так пока. Так, ладно, хорошо. Пока что с магом разберемся. Здесь надо очень аккуратно. Со стрелком тоже пока понятно. Так, солдаты равно монстры. Да, блин, я думал, это наши солдаты, они же такие няшные. Так. Теперь давайте очень аккуратно. Теперь фишка в том, что если мы... К сожалению, так, может нам этот край что-то дать? Дать. Нет, нету. Вот, короче, здесь у меня проблема. Не очень представляю пока, как это делается. Шарта этот собирается легко. Так, а вот тут вот я просто реально потерян в некотором смысле. Третьим будет, третьим будет. Ну, третьим будет, это перейдем. Орфистка, так и быть. Ну, посмотрим, что там с кнопками, короче, будет. Видите, вот эта штука, я отсюда не выберусь. Ну, ладно, хорошо, давайте попробуем. Я не знаю, может быть, что-то произойдет. Отлично, она забафала этих чуваков. Башня умерла, и все, и я в жопе. Я теперь здесь ничего не могу сделать. Так, начать заново, я надеюсь, что... Подожди, если я сейчас нажму испытание мудрости, мне дадут пройти? Что здесь не так? Что здесь не так? Почему у меня не остается квадратов? Точнее, как бы, как мне прийти к этому моменту так? Шар собирается после орфистки. Через него ты выбираешься на баз. Шар на обратном пути мог бы забрать? А какие я кнопки... Так, ладно. Прогресс на текущем этаже будет сброшен. Так, шар. Короче, подождите, я... Если я сейчас... Если я сейчас сжму эту штуку, мне прям все эти штуки сделать? Все эти штуки переигрывать? Не туда воюешь. Или как, или что? А у тебя есть выбор? По-моему, нет. Один левел. Ладно. Какая разница, у меня здесь выбора нету. У тебя же выбора нет. Не, все нормально. Короче... Короче, раковый ад. Надо вот этот вот карманный шар оставить пока что. Я его пикаю в начале. А это неправильно. Хотя... Хотя, как тут? Ага. Надо будет зайти сюда. Подожди, стоп. Тогда как мне... Ага, я захожу сюда. Верчу, верчу. Да, все, я вижу. Да, я через этот шар просто ухожу. Я такой, ну, бас. Значит, заходим через эту кнопку. О, орфистка крутится. Ловышка мутится. Она бафает кошаков. Мы сваливаем вот так вот. Мы забрали шарики. Мы вернулись сюда. Так, хорошо. Причитать историю на Х. Теперь... Так, третья башня палала. Последнюю башню разрушилась, ажин бросившись на нее своим телом. Так, значит, его надо будет развернуть. Здесь начнем с того, что мы покрутим эту штуку. Пацана пока мы не трогаем. На дракона он... Дракона, наверное, надо будет тоже покрутить. Да, чтобы он лицом стал. Да, скорее всего. Бросившись своим телом. Так, ладно, давайте... Давайте не будем себя мучить. Значит, надо будет подойти здесь по краешку, по краешку, по краешку, собрать эту штуку. Ну да, тут достаточно. Ведь сверху... Бросившись на нее своим телом. Это значит то, что дух должен смотреть на башню. Пам-пам-пам-пам-пам. Теперь мы доходим до пацана. Он разворачивает дракона к себе лицом. Мы смотрим на дракона и проходим через пацана. Так заканчивается моя история. Ей! Вы хотите книгу? Да-да-да. Здравствуй, Халиф. Волшебный кристалл во лбу дракона раскололся в дребезге. Все так вот. Так, вы получили трехлистник. Снадобье мудреца. Шамшир. Доказал свою мудрость. И че? Ты доказал, что обладаешь мудростью. Я должен пройти в тот магический круг? Как видите, не очень-то доказал. Ну знаешь, как про... Ты знаешь, как проходит моя жизнь. Да, жизнь в ожидании была. Я догадываюсь. А мальчик, это я, пацаны. О боже. Ого, что это за место? Я в небе. Это зал отваги. Победи врага, и пусть твой меч не дрогнет. Пойду, пойду мы... Все, пора. Пора. Пора месить. Э, пасосы, идите сюда. Сохраните кое-что прохождение. Да, конечно, что он уже отлично. Он уже отлично, я потерял всех своих друзей. Так, я в деле. Так он точно король? Я бы за него не голосовал. Суровый испытатель отваги Урго. Сурой Урго 14-го левела. Суровый испытатель отваги, бьющий по 10. Знаменитая атака. Чего у меня по умениям? А что это за четверто? О, ничего себе, Блэдмастер Блэдсторма? Урго очень суровый. У меня маны не ждут. Не надо, кажется, что от него лучше отойти. Уберите у меня урон, посмотрите на него. Просто посмотрите, это просто тратата демидж. Не попал. Посмотрите, посмотрите на урон, наверное, на расстоянии. Просто отрывается, просто... Урго вялый. Уровень повышен у всех. Получили, Кожан, важные сапоги. Вы получили важные сапоги. Ха-ха, важные сапоги! Ха-ха-ха! Это уже... Так. Мы... Понятно. Похоже, ты справился. А сложность повысить можно? Не знаю, давай посмотрим. Надеюсь, можно. Так, для начала к отстынке, конечно же. Так, все. Эван Дрисфан Няндар. Нанжиの知е и勇気. Тащико не мисせてもらったぞ. Угу. Все. Королевство спасено. Нас кинули. Нас... Нас... Обманули, расходимся. Да. Это была рарка... Рарка из пака, ребят. Ха-ха. Вот как выглядит пак за 40, ребят. Ха-ха-ха. Ха-ха. Сейчас окажется, что он, короче, трансформируется в ад какой-то. Да ну, что за малявка такая занудная? Монстр, что ли? Ой. Болван. Я самое что ни на есть настоящий святой защитник. Малявка, пушистик и так и сяк. Завязывайте с оскорблениями, если хотите узнать меня в гневе. Эту. Ты святой защитник? Все. Именно. Святой защитник Мило к вашим услугам. Мил. Что ж, Эван успешно справился с испытанием. Ха-ха. А значит, доказал свое право быть королем. Ха-ха. Раз я одобрил, так-то мое быть, да-да. Ха-ха. Только вот, это не совсем то, на что я рассчитывал. Ой. Эй, ну что за мордоплюйство? Не судите по внешнему виду. Если я явлю свою настоящую силу, мало не покажется. Пока я, правда, не дорос маленько. Да это, короче, патчис. Ну-ка, если пройдем-ка к договору. Есть что-нибудь подходящее для ритуала? Ах, да. Символ контракта штука священная. Ваше оружие, которым вы лупили монстров, не подходит. Ого, как все сложно. Они у меня одинаковые будут, одинаковые аутисты. Ммм, на шар уже не подходит, значит. Что еще можно использовать? Пошли артефакты-то бывать. Чуть-чуть. Ммм, что-нибудь. А будет пусть нос, говорит. Вообще идеально придумал. Как насчет этой ветки пойдет? Отлично! Охеренная идея! Отлично! Ветка! Церемония заключения договора и ветка. Эх, недооцениваете вы меня. Хотя, впрочем, ладно, и так зайдет. Зато она крепкая. Сейчас это будет волшебная палочка. Ну так. Итак, приступим. Ну давай, поднимай свою ветку. Понятно. Ура-ура! Мое лицо как до ветка. Прочная ветка. Теперь это супер... Теперь это супер артефактная волшебная палочка. Она просто на 500 урона. Они свои струи, ребят, скрестили. Отлично. идеально от эти бы связаны с тобой божественной нитью это узо между королем и святым защитником божественной нитью какая-то она тонкая но вы только-только заключили договор чем больше растет твоя сторона тем крепче становится божественной нить короче судя по всему иван реально самый главный ну тогда мы построим большую страну чтобы наша с тобой нить была прочной а а мне понраву твой настрой вот же я почти забыл вот он я тут кое-что оставил для тебя про запас для меня про запас а вот получи распишись вот протягивается такой роли ребят секс критик раз открыть заскрыть это хлебалочку получили боевой эквалайзер это какая-то каменная табличка и это не просто какая-то каменная табличка обещает в себя бою силу силу святого защитника и боевой эквалайзер так по словам мило с помощью каменной таблички вмешаю вмещающие в себе силу святого защитника вы можете более тонко подстраивать ход битвы с главными выберите боевой эквалайзер грамотно используя и ты будешь сражаться еще эффективнее что ты не особо понимаю ладно потом поймете к ней надо просто привыкнуть и все дела обожаю как меня знакомит игра с этой фигней просто привыкай и так нам удалось успешно заключить договор со святым защитником пор возвращаться на базу восточных пиратов так а святой защитник то с нами будет или он теперь только нитью с нами связан ну что идемте покажемся боссу так теперь так ну давайте уровень повышен ну давайте поглядим и вон у меня теперь вообще старше всех практически ну что ж боевой эквалайзер дайте посмотрим что это за говнилова здесь находится группа различных приключателей изменяя положение которых вы можете достраивать те или иные эффекты и степени их действия изменяя положение приключателей можно увеличить наносимые различным группам противников урона или с помощью полезных эффектов укрепить свой отряд однако сперва вам будут доступны не все настройки боевого эквалайзера для последующей разблокировки настроек требуется необходимо использовать боевые очки боевые очки зарабатываются вашими персонажами когда они участвуют в битвах и повышают свой уровень заработав достаточно количество таких очков вы можете открывать недоступны настройки боевого эквалайзера так боевый эквалайзер уровень 0 в очки используя два больше до усиления отношения к монстрам до первого уровня нет подожди а настройка выпадающих предметов а так хорошо так развитие богатство богатство или сила собирательство или сила это я выбираю что-то я не могу собрать и это богатство и сила собирательство и сила развитие и собирательство господи что это такое дожди а это что так чтобы разблокировать 8 боячков боевых очков для разблокирования 0 уровня 1 боевого очка для состояния 1 уровня хорошо некоторые виды атак навыков имеют эффекты которые зависит от их стихии например взглядом где шар является атака стихии огня существует 5 основных стихий огонь вода ветер свет и тьма каждая стихия имеет свои сильные слабые стороны по отношению к разным а земля земля это теперь не стихия если атака стихии нанесла рабочей никакой уроны значит врагу с точки зрения может быть слабым другим стихиям эван и его друзья также обладают своими сильными слабыми стороны по отношению к стихиям эван и его друзья теперь мы понимаем кто 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 самый главный для выживания в определенных битвах может потребоваться использование снаряжения способности почему преимущество слабости слабых и слабости персонажей вы также можете увеличить защиту от от атак определенной стихиями с помощью изменения панели стихии негативное состояние но не забывайте что это также влияет на случай с негативным эффектом так так я могу ага я разблокировал на 1 так а эта штука 8 боевых очков а эта штука стоит сколько такая разблокировать надо настройка выпадающих плен за первого уровня до так и чего что это такое я не понял а эту штуку до первого уровня я больше не могу раз раз фигачить ничего не понимаю список эффектов вот в количестве было получаем в битве золото так ну давай вот эту штуку 10 боевых очков за до второго уровня так ползунок появился который настраивать чтобы пашь чего падает больше ага вот он количество получаем в битве по качестве качественных предметов плюс один ой да шикарно я в деле а ага теперь я могу еще и золото мне кажется не надо вообще все четыре можешь ага я выбираю где ползунок будет да значит что мне второе надо это у меня будет предположим что я возьму вот эту штуку так подожди а вот это что она это я на плюс давайте попробуем вот так вот до уровень второй и все да то есть как бы все теперь у меня второго уровня вот этой второго уровня вот это так и боевой эквалайзер если я хочу третьего ловила сколько надо на это дело так сколько дать убедить и тыкнем просто типа плюс нажмем вот сюда предположим развитие собирательства плюсов это за и редких материал получилась победу уровень про 15 боевых очков до третьего уровня не пока не надо это что изменяя срок влияющих на менее всех членов вашего отряда это можно типа 8 очи че заблокировать чтобы это можно типа пати баф это пати баф вообще ну эта штука мф паф это пати баф это это позволяет урон определенным видом монстров на фигачивать учитывая что это дешево я соглашусь на это да все монстры могут разделить на 6 видов легче все разобраться из них будет помощью примеров и демонстрации особенности каждого вида твердотельные мягкотельные природные монстры рептилоидные монстры феи красивые существа похоже на феи сказок привлекли от места флоры или сильфа демоноиды понятно эквалайзер я могу прямо перед этим менять да я типа буду понтельной очко я могу типа дополнительные штуки делать ну хорошо здесь вот например у меня уже есть эквалайзер сюда эквалайзер против этих я пока ничего не трогать здесь на magic find шмоток мне нравится здесь вот эта штука очень классная на мели дамаг нет кажется самое но эффективность усиленной атаки плюс один меткость вылечит количество самым он этот плачь и он уже не способность оригин сквозь бегство не прикосновение снизить во время уклонения уменьшает количество урона получаем при блоке а сколько до 2 лавала тебя прокачать 11 золота в вам требуется как минимум 11 золота из королевской казны для изменения этого параметра ух нифига себе так здесь у меня уровень 1 есть меня уже везде уровень 1 есть шикарно так хорошо сколько сколько сюда здесь здесь будет сколько да подожди ты 4 4 а чича боевым монстром ну хорошо здесь дальше 6 золота 2 боевых для до 2 уровня ну да давай здесь на мелишку из зафигачили и самое но чудес у меня два боевых а чича я могу забавить это у нас стихии негативное состояние увеличивать защиту значит защита от огня пока можно сделать или за огня или дезориентации упущая у нас будет защита от огня я не могу да да защиту от огня 2 сделать они два спажу спокойно защита от огня 2 есть ну хорошо пущая нас пока что будет защита от огня здесь плюс сила здесь выпадение этих предметов это же правильно да в со столь выпадающих предметов у меня здесь у меня здесь предмет меня здесь двойной бонус по этим предметам будет да и здесь пущая пока что типа фи твердотельные димоноиды давайте пока что по я не знаю по природным врагам больше всего работать будем шикарно вроде как раз раз паса расфасовали боевые очки все потратили и все пока что поделали подтвердить и подожди подтвердил подтвердил так теперь эван и его друзья справедливости ради эван теперь у нас реально самый сильный точнее как бы с его нам все понятно иван у нас будет основной он пока что больше так вернитесь на базу воздушных пиратов запчите зору на трудных испытаниях ну давай зерон у нас на втором этаже но сейчас еще будем бегать его на этот чувак теперь будет со мной бегать зором нет это паса с нижнего нижнего ловала сложность увеличить до настройки сложность она вот туда это не то здесь нету сложности в любом случае я не нашел хочу зором поехали при одессе утяжного предмета мне хоть всю всю команду надо смело перри переодевать шаш мир новая супер пуха железный меч огня шикарно абордажная сабля возмездия духовный жезл тени а тут просто духовный жезл синий так теперь меня интересует интересуешь ты так все остальные сабли твои кольт кольт шершень воды шикарно духовный жезл мы тебе одели тебя чё там по одежде появилась нет ничего не появилась то у меня пока что вообще просто одетая просто по хардкору плохо хорошо чё тебя легкая туника безмолвы кожаная броня 25-40 не знаю кожаная броня отличная тема на самом деле найти поменьше защита от проклятия количество золота побежденных врагов ладно тунику безмолвы я оставлю вихревые важные сапоги урон от атак мечом защита от огня плюс вот это очень классно кольцо касание милишная даме лишним или защиты амулет защиты просто хорош просто лучше из того что у меня есть значит малой тогда ты кожаную броню таскай она красота вихревые ботинки тебе-то отослались кольцо дистанции нет тебе нужно кольцо касания конечно же ах ты же собака забрала кольцо касания да забей тебя значит поменяемся может здоровьем или здоровья все вроде как все одеты более пельмени бегать будем его нам теперь и ча посмотрим на самом деле кем бегать будем одевать будем того кого с кем будем бегать вот это да вы вернулись целыми и вредимыми скалы бели божества судя по вашим лицам все прошло успешно это святой защитник моей страны мило знакомьтесь это святой защитник такой какой он крошечный ты с ними за до ребята сегодня мы закатим пир пир на весь мир подготовку ночью пир и серьезно как нельзя кстати так отлично блэйзи кен ютэ конечно нет сколько стоит перекупить вечер на другую игру что ты пристала к игре я думаю что ты не можешь гореть а я могу не лечить потому что так что утро какие ухты Так, уже утро. Да-да, это я. Конечно, меня ждет много приключений. Чувак, пираты. О, 300 пиратских душ. Так, таким образом, Зоорана и его воздушные пираты приспособили, наверное, к королю Эвану. Отлично, ребята! Эван, это будет первая король пиратов. Вот, Манки Ди Лафи за 800 серий не смог стать королем пиратов. Изи за пару часиков геймплея, Изи король пиратов. Эван, счастлива, да? Да. Кими-то, как вы говорили, мы встретили много людей. Угу. Пойдем в Белл. Ой, Белл еще будет у нас потом. Эван, создавать страну. Эван, создавать страну. Эван, создавать страну. Но я решила, что я решила. Я решил, что я решила. Молодец. Эван, это огромное. Я не знаю, что это. В будущем, мы будем встречать много людей, но... ... мы будем все принимать. Если вы принимать все, ты станешь сильнее. Да, давайте попробуем. Давайте попробуем. что это за мальчика сновидений он какой-то кто тебя мог обучать ты же снишься ты же снишься сохраните куча корж него в курсу за мне нравится мне мило добавили посреди он тут добавлен интересно подождите подтвердить подожди стоп я уже сохранил погнали далее так я и говорю не замка не территории ничего нет еще нельзя тащить с собой всех наших ребят пиратов да и к тому же нельзя вдруг взять и оставить нашу базу здесь безлюдный слушай а что эти там о чем говорят слушай интересно так это мы обсуждаем где начать строительство нового королевства среди мило выглядывает на что тут думать нападем на какую-нибудь деревню захватим ее и сделаем там базу бой в таком случае я не с вами да я пошутил это шуточка то место откуда мы начнем создавать сторону покажет большое влияние на последующий ход событий это очень важно слушай а чего урон на такой вид суровый мы же уже все серьезно обсуждаем чё такой серьезный типа нет ну правда она орет орет типа орет надбитым ролл он серьезный молодое государство слав словно слабый зверь она вынуждена защитить себя защищать себя от сильных мира сего место где его расположение имеет большое значение для последующего развития обороны и какое же место нам подойдет земля труднодоступная для вторжений извне в то же время богатая ресурсами вот она отлично мы нашли землю отлично мы нашли землю все в порядке а почему не отвоевать старое королевство или тип там не получилось давайте попробуем еще где-то все так и будет конечно же сначала строишь свое королевство развиваешься 300 лет а потом нападаешь обратно все под контролем во первых которых куда они пойдут и без людей равнина глыз не так уж далеко отсюда нужно лишь спуститься с горы пересечь руины и мы на месте на повоз дохода нельзя попасть не то чтобы нельзя наши рейтеры целиком и полностью зависят от ветра от ветров долины они не всемогущие отправиться куда угодно и куда и купить и когда угодно не выйдет что уж придется идти пешком тут есть одна проблема в руинах по путине к равнине глейс последнее время орудуют горные разбойники тогда воздушные пираты то воздушные пираты то горные разбойники сплошные проблемы горные разбойники не знаю чести их любимым прием нападать толпой око за око толпой на и мы тоже прихватим крепких ребят с собой шанти а ну-ка позови тех двоих тех двоих это люрика и боли к 2 лупня да те самые два лупня так вызывали босс они тут не тот мы будем строить новое королевство на равнине глыз и нам нужно разделить разделаться с горными разбойниками в развалинах по пути вы пойдете со мной и прихватите свои отряды о настоящее сражение наконец-то можно разгуляться вот это да не могу дождаться все все готовы маги а ты куда намылась я звал только гурда и карла да реально ведь мне тоже хочется увидеть новые места а ну тогда пошли конечно да ладно пусть идет с нами правда эван так хочу ага я за спросили пацана раз и вон не против можешь идти с нами все отлично все порешали смотри только не мешайся не буду карл гурт и маги присоединились к вам карл гурт и маги вау да и я тоже присоединяюсь к вашей команде еще и зоран ты всегда можешь поменять стратегию если нужно зоран стал вашим новым союзником что это значит а что это означает вообще на про пожаловать команду зоран сделай с отец уже как тридцать три раз вечера что это вообще засрань отвали там же написано а нему игра как ты любишь ласливай ласливай бы одобрила тогда выражать команду ну уж если сам великий ужасный небесный аспид будет сражаться на нашей старине нам ничего не страшно отлично погнали ёш а я уже знаю реплики и так в путь к равнине глэйс погнали я в деле сколько нас теперь хватит вообще в пати как было три человека так и осталось и чё и как где а вот зоран да не то иди сюда тяжелый молот железный топор охотничий лук огромный мужик какого-то левела огромный мужик 12 реально огромный огромный мужичило боюет огромные фигулины а почему ты тебя здесь нету когда те купим что-нибудь целебная фигня целебная фигня не не здесь все 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 по все позорно железный ненужный меч пустой до 33 ну да железный ненужный меч хорошо так духовный же золото вообще что такое тут и все все это все продать вообще это все фигня полная этим на этого носить не будем скины у меня как-то нет скины у меня это скины на чуваков только я пока что именно с 1 100 буком я еще не пользовался очень понял так что у нас подруг подробно так как у нас там инстабук минус инстабук ребят инстабук отлично фотки фотки какие-то непонятные мистер новость этого что-то новое босс фото босса она сделала размытую размытую фотку какой раковый от лучше бы не заходи бегать можно только втроем перемести его в команде если хочешь как команда зоран типа вместо шанти его взять его за шанти кстати воровство она мне даже нравится а мне прям даже нравится эта белка воровство я все хотел попробовать ну погнали вываливаем отседова так бегать можно только втроем перемести этот 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 выглядит отлично просто так ладно команда в жопу зорана хотя ладно то есть как бы вообще хотел шанти попробовать а белки поэтому я попробую вот так вот так разокрыл я хотел попробовать воровать что забрать на ранену глейс так шанти давай работай покажи мне воровство она да таки вы получили воробинов перо так чуваки кого-нибудь из вас оборвать этот мелкий бегает ничего не делает здорово стойте здорово охотничий лук получил тоже очень здорово снаряга лично лучше шанти кончать у него воровство воровство отличная белка я считаю метан она просто на magic find сейчас здесь скорее все три пирата которые стояли сейчас можно будет пройти там электрический слайм это я не то нажал с ума на долгу слайма украли тадаки чистый эликсир нашел блин мне просто нравится мне просто нравится лутать сильно атаку кофем попробуй все фигня на сюда мне проводить сильную атаку копьем братан когда у меня есть мага ты черт фига мне пробовать что-то подобное когда у меня есть замечательнейшее воровство тадаки я не знаю что это означает на думаю что это кину через бедро пасов как говорится застрелить паса со спины господи оттуда прибежал куда бежал сиди восстанавливающие штуки это просто жара просто воровство я просто варь и иди сюда всю манку пожалуйста на воровство и дань стреляя пока у тебя мало подружка тадаки что украли кость я кость получу как я молодец дожди еще после этого ульта черных фуняшей уртача ульта черных фуняшей не шутит вообще там сады синий сундук который до сих пор не могу посту горные разбойники уже показались мы возьмем отряды гурда и карла и бросим разбойникам вызов поле на месте начала сражения установим боевой флаг если готовы 2 готов двигаться дальше сражение начнется отсюда да 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 полевые сражения о боже здесь еще полевые сражения полевых сражениях и он берет под свое командование до четырех боевых отрядов цель полевых сражений провести свои войсках победе сквозь плотные ряды противников для начала полевого сражения необходимо подойти к боевому флагу видео войсковой сбор когда ваши войска вот собраны можно начать сражение так отлично это судя по всему мини генералы и тадаки я получил начать боевую миссию битва наравнение глаз рекомендую уровень для сражения уровень один да конечно я готов брифинг это подготовка предстоящему сражению во время проведения брифинга необходимо ознакомиться с задержанием мистера становка сил противника также назначить сейчас учет отряды лучших так бонусное усиление расстановка сил молота молотоносцы пройти простой к сил ваша розызнать и кто им сейчас противостоит молотоносцы маленький отряд а где гурт и карл окей вот мы идем отсюда изменить состав так малыми силами x2 что такое вообще означает военная мощь это типа мой герой типа так я могу как-то ну типа мол что за 5000 чё а чечи ну я понял ну мало 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 то молотовцы и тогда это к ну хорошо я никого нику я не к никого никуда не могла да хорошо дать выбором просто начать бой бонусное усиление мне хватает влияние до бонусного усиления состав я изменить не могу ни под каким даже небесные налички отряд уровень 1 да здесь просто без разницы это просто поменять их местами ладонь и начнет начать сражение да то что начнем сражение так хорошо просто идем в атаку а вот они ты знаешь как убрать отряды к бою я не знаю как пройти отряды нам пойдем так бои боевые отряды находящий под командами в этом в тот будет автоматически для вращения отряда против чего садет нажмите лкм вращение по часовой пкм пкм понятно очень круто давайте попробуем победа я понял очень толково надо вот так очередная сверху верены используешь колбу может и рывком ускорить передвижение своих боевых отрядов по мест по местности или воодушевлением по остановить их численность основе численности привод к уличению силы атаки отряда удержит ворошил совершить дорог и шиф для воодушевления где рывок а пробел сида сида так что давайте шиф боевой резерв я пока не потерял ничего да так каждый был отряд имеет тактическое превосходство надо передом принять его как правило а мечи сильнее сильнее молотов молотов сильнее копий а копия сильнее мечей понятно камень-ножницы-бумага если ваш отряд тактически происходит отряда другого вы увидите синюю стрелку в противном случае красные всегда держите свои силы в выгодном положении по отношению к противнику вот здесь одни молота черный а а а а когда ну подожди у меня же кроме молод мечей никого нету ну то есть как предыдущего не пикинеры каждый отряд имеет свое уникальное боевое умение для использования теку меня требуется боевая мощь и на заполненная шкала боевых умений с помощью боевой мощи вы управляете своими отрядами количество боевых умений меняется в зависимости от последней задачи поэтому рациональное использование является залогом ваших побед боевое умение отряда горда призыв кратых рейтеров бомбардирующих отряды противника карла а временный паралич чтобы активировать это специальные тактики нажмите среднюю кнопку мыши и используйте два три один или четыре для выбора при нажатии время поэтому можно выбирать не торопясь хорошо я понял шикарно вождь галбейн так копейщики а нет это магия это маги и другие так что получилось плохо пока что а боевой резерв это я должен этим ладно хорошо да понятно сейчас я сменю тактику понятно ждите сейчас я сменю тактику текущего способа можно оценить по количеству солдат если ваша сила заметно пределы вы можете используя свою войну может вызвать покрепили нажав r да вот теперь нормально боевой резерв 3 700 окей чё ты только это а почему почему у меня тратится манка на это так мне что-то не нравится вы дверь-то открыть можете ну давай и пацаны чё за дело а нужно пополнить наши ряды понятно все по надо еще еще пополнить теперь у нас все как огурчики понятно все надо было до спамятер до конца а теперь открывается дверь вот же шок а так молотобойцы поехали их контрим ах стрелки быстрее просто там башня какая-то тактик давайте отступим ах они поганцы так ну-ка давайте заходите отлично очередная сверху верное давайте чуваки башня ну-ка я могу застанет башню хорошо бомбардных башни бомбардных башни тоже плохо строительный материал боевая мощь увеличилась так чуваки давайте чем я с этим флагом делать не знаю но наверно моим и попадающих point хоть подолбим эту дверь по эту стену просто уже просто долбить или помолота будет так что пошли они вон это что глава главный штаб казарма королей и все мечи восстановил победа очередная сверхуверенная над зданием на время объявления великого приказа все ваши отряды вне зависимости от своего типа приобретут способность эффективности противостоит врагу а шкала боя уменьшается с меньшей скоростью так где военный приказ что если вашего тренемент присутся над врагами противника нажмите контролем великого приказа так сейчас там будут копейщики наверно вождь галь бэйн да нет здесь богачева зачем не было приказ то здесь давайте попробуем ура это был боевой приказ просто застрелили паса со спины это были волшебницы мы просто кучу волшебность линчевали нахер просто просто мне нравится как человек который говоришь мне нравится как человек который говорит что сделает всех счастливыми просто уничтожает уничтожает просто массово рубит женщин просто массово я отлично справился молодец его запомните приемы хорошо друзья спасибо всем так так вы можете попасть в меню изменить состав из главного меню вы также можете использовать без рукава прошел вне битв в этом меню вы можете узнать более подробную информацию о своих боевых отрядах даже назначить те которые будут все в сражениях ага понятно это типа теперь помещение к старым руинам возможно а это что кто это у нас такие дегрон какой-то мне надо в другую сторону но здесь дегрон какой-то я прям 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 в деле прям в деле думаю дегрона отличные просто параметры так вот он потом воровскую дегрона ничего не удалось украсть дегрона так кстати дегрон меня бьет по 140 между прочим а я его бью по так вот иди сюда и иродного мои подруги просто очень мало так где воровство вот это у дегрона ничего не удалось украсть жёсткую шкуру получили честно говоря по моему не очень мне очень получается воровать нормально так ладно значит подруга эти скажу не поворовать пока ты пока какая-то слишком вялая покачив подкачайся пока подкачайся подруг по себе лутицкий потом мы вернемся по росту потому что пока то ты не очень чуть не воруешь может быть она из-за того что на 9 левела от игр он 14 не может воровать но чуть как-то грустно учили кольцо касания всем моим чувакам так то в идеале кольцо касания у меня все достаточно милишны озере там каркази про большая это что вообще такое большое в этом есть хиль хорош завод 2 страдать форму джиги просто заспамлена ульт пошел даже маленькие же в холопчики и те даже маленькие холопчики и те раздают больше чем тетка 3 так тут у нас мантикора 21 между прочим с килип лазан ха ха знаменитая нормас хорош да кто-то там стреляет уже стрелок хорошо вот это мили на мили на мили на мили какая-то так хорошо там мантикора 21 лавала мы наверное ее не завалим хотя она выглядит оранжевая оранжевый я думаю будет больно но мы ее завалим как вы думаете давайте посмотрим на дегрона если сейчас будет проблема с дегроном шестнадцатого вот она мантикора точно не пойду нормальная тема ну просто как бы у бабы то понятное дело слушайте я знаете чё понял зачем воровство нужно я кажется реально осознал наверно валу воровство есть какой-то определенный шанс это сработать то есть таким образом я могу напасть на кого-нибудь 50-го левела нажать у него украсть украду у него что-нибудь кругу железный топор кстати получили если бы заселился сучу свалю круглик как босс ой как урона мало ой как много по мне так давайте сразу пользоваться долгий будет боевые вроде как должны ставить как что-то мне нравится давайте-ка знаешь что сделаем вот и подлин сюда а вот целебный в лесник шанти шанти присаживаться это пошел хотя пошел тех это походу в муси а так и почему-то вообще ничего не есть а так и почему-то вообще ничего не антикорный 2 зато фарбола наносит 275 по это умер у меня чувак лол мне не нравится шик зазрыв малые 150 2 подруга так умерла короче нужен слив свал отсюда кукуак икзов понятно чё пасосики сладкие а мантикор вообще здесь исполнилась чего такие биты вы не зарегите что 1 хп предметы ладно я кое-что понял по поводу что понял по поводу превосходства по левелу не суйся чекне если воскрешалки у меня есть одна но я собираюсь тратить это на какого-то сайдового чувака совершенно кстати команда да вообще как-то забей не знаю какой дискомфорт комфорта я полагаю что ты только это последняя здесь наверно как ворду портачи просто плиток это комфортная разница уровня если больше уже ты шансов эпический зундук оккультожен за сырости оккультный же за сырости это замечательно путь не же за сырости оккультную жизнь сырости 55-40 на хрена он втаскивает вот оккультный же за сырости минус босс понятно ну смысле откуда же я знал что нибудь скорее всего когда я перелогиню сна вы получили колокольчик экзорциста это что вообще простите это это не это колокольчик экзорциста это что это что какой-то предмет что ли а вот он непонятно сбавляет минус проклятие он с этим антикора твоя то же самое она я даже не сказал что она совсем босса да просто очень жирный мог типа как дракон судя по всему вот ситуаем антикора надо больше к чуть-чуть здесь можно прицепи малая конечно дамажит просто караул как мало кстати она у меня качает если я не беру чувака с вот так вот по чесноку нет отстань напугалась так погнали сюда чё так качается качается это замечательно так ты можешь завалить так ты можешь завалить с ренджа так не очень долго буду убивать не это как-то неприятно вот мы на равни вот мы на месте это равнина глэйс во вся в атака гопников чуваки откуда вас так много то что пора зачистить зачистить территорию для становления ах неплохо неплохое место точно и ветерок такой приятный есть здесь начнется история история нашего с вами королевства короче все просто идут за пацаном все начнется сидеть skyline по ходу да по ходу реально он и начнется наконец-то мы закончили с установкой палаток откуда вы взяли ох уморилась я однако мы не можем вечно жить в палатках мы должны как можно скорее начать сбор ресурсов необходимых для нашего королевства да и особенно для строительства зданий именно для начала нужно раздобыть качественным древесины для построек за долиной глэйс есть лес мира сходим нарубим там деревьев и все дела у отлично ну хватит уже опять твои радикальные методы старейшина мир не будет молча смотреть как мы рубим его лес этот лес принадлежит ниру и поэтому называется лес мира до предельно доступно для понимания достопочтенный мир старейшина лесного народа как коренных обитателей тех мест что штагнаму вежливо попросим у него а этот мир не в меру жаден до денег всем известно что он редкостный жмот не думаю я что он с радостью поделится с нами своим деревом я а кто сказал что за просто так мы предложим а что-нибудь замен так или иначе давайте встретимся со старейшиной леса ниром давайте давайте идем я сейчас эти учебности перед теперь можно торговля торговля купить что у тебя есть слеза ангела фигня свинцовый молот фигня твердое копье вот у меня копья нормального совершенно нету подруги так что пожалуй твердое копье и действенности куплю так духовный жезл легкую кожным арне важны важные сапоги а важные сапоги белые у меня важные сапоги красные я не буду пока важные сапоги трогать так отлично он сэйв к сэйв камень так все чешники вас устали здоровья да конечно сохраняемся все погнали в лес не рачу так что будем можно драться драку одновременно сделать кажется я кажется она идет так как и идет развален хорошо пара рарап так хорошо это что у нас такое боевой флаг это значит то что мы можем здесь подраться прибытие крысо пузов рекомендую на уровень 3 да давайте это опять же да покрутить по покрутить своих военных чуваков бонусное усиление все карбузы все кара крысо пузы так здесь куча силу врага 2 680 у меня отряд все в порядке меня все те же самые отряды гурда и начать бой подожди а почему у меня боевая мощь 2к а у силы врага 2 680 почему у меня 2к здесь а было 5 бабанчу бабанчу это лучниковский чувствую я здесь смогу и отлететь начать бой ладно если он сучи сохранился гамбару так но я пока что они все труд вау они все решили мне напасть так так а что мы можем сделать за станет за 200 кто-то полуешь на они у нас просто отступают я почему даже с на приказ могу сделать они очень много сваливают это прекрасно в общем на целом конечно жизнь жопа давайте банджу и сразу победа боевая мощь не увеличилась отлично и застану либо банк сойдет вроде получилось у них серые отряда они как пустышки твои очки это сколько ты можешь вас надевать бойцов в огорчу так боевого резерв ты 600 600 500 что-то мне кажется что не смеется на 650 осталось так если я побью деревья у меня будет боевого резерв плюс нет не будет короче я здесь умру у него 3600 у меня 640 это какая-то жесть просто я все понимаю но как я такими сатурядами буду выигрывать чё джопа до чем тут надо тру и требуем уровень 3 ну как-то поцпулить их да давайте попробуем поцпулить о ага хорошо давайте давайте вот так вот я думаю что это обузец но но это хоть что-то ну то есть как бы будьте стрелять то молотобойцы есть так обузец ну а чё поделаешь смысле да ну вот это вот какое-то плохое сражение мне нравится так ну что-то на убивали пока что разменяли 12 на 500 это прекрасно так начали все эти скиллы бесполезны да я потратил их несколько так все отступили пятьсот семьдесят пять вау как дерьмо так ну давай подойдем подойдем к этому чуваку и ударим по нему разок ха куда вы выстрелили демоны они не попадают фокинговые лучники чтобы вам грустно было победа там эти подобили последний этот поэтому победа фух так хорошо продолжаем пилотирование тут сейчас надо как-то на скорость вообще а кстати смотри там боевая мочь кустах шикарно надо ее забрать так стоп 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 давайте повернитесь так чтобы вы не убегали за меня я пику эту штуку ага отлично так сейчас мы просто милишниками врываемся в рейдж д д размениваемся с ними отступаем я считаю хорошо там получилось личный пик отличный пик просто отличный гамбар и лично просто отлично получилось давайте добьем эту стенку от не бесит пилотировать хорошо мы чуть-чуть а пока получается террог есть не забывай да я уже забыл на этот рывок рывок там рывок на shift и здесь сейчас у нас на пробел на по моему не просто в лобешник совсем совсем со всем отрядом это как-то попробуем так шикарно мы не на промахивались и мы на убивали и коде и так это хорошая тема но рывок нормально рывок действительно помог сейчас поможем себе еще и с этими чуваками там скачут вокруг как демоны так последний кстати отряд так у меня был приказ кстати будет скоро тут уже можно врываться тоже можно врываться попробуем рывком опять же так и по и врубая мульту конечно как-то я больше наверно боялся нежели чем это действительно было тяжело атака его ворида так ну там типа и contra и включение все должно было пойти хорошо слайм сильфия слайм атака его ворида на их вы любую вручу лову аль вроде потеют какой плохой тебе японский май гад я прям представил себе вас вообще есть школы которые изучают японский как порыжу наверно есть но это так мало духовно же зал воды без на топор света шикарно сколько простых башмаки сколько классного валится сундучало бежим к нему пока что волк дикобраз так мне кстати чё по бою по боевке боевые квалификацию понял то сколько мне 19 уже боевых очей так что мне больше всего нравится здесь здесь вот эта штука одесса боевых очков да просто конечно усиляем все по хардкору живя их давай когда это атака скотина очень плохая потому что урона у нас так вот иди сюда покиньте меня уже келете на уже келете эти зоны филада на очень классная зону на тебя так так слизушка неинтересно что один стрелого ложи даже мало я подожди лол а как не сюда залезть стоп и уважаемые вот это под под этот подвох не ну прикиньте а как я сюда должен залезть из даже нет никаких штук которые как бы похожи на то чтобы я мог сюда залезть и оболезны а подожди прыжки есть прыжки здесь есть может быть да не здесь как то просто так как это что скрин который должен типа пользу взять или это типа для политух ну вот у в нет просто я к этому к этой штуке шел так ладно чё нас по карте портала мне не интересует равнина глэйс лес мира поехали так сейчас мы давайте эквалезер откроем на просто зверей до до природу если бы природным бонусы есть здесь защита от либо от огня либо от оглушения заж не знаю даже не знаю света а это что это у нас природа к ветру и сну тватика минус огонь плюс ветер вот так вот так это что же адельюшка здравствуй дали подчеркивание пару дней назад подписывай 11 сколько можно и лоицами чего тебе чего тебе там написано адельюш здорово вот тебе профит еще и конечно же сейчас подождем раздам 3 блядь дам тебе обнимашки заслуженные уважаемые вот тебе обнимаешь это есть еще да вот тебе графич я в нём как-то на сторонах хэллоу цми это было холлоу цми вот это да это невероятно о сундучало так о коль шершень смятения давайте-ка поглядим снаряжение наш товарищ коль шершень смятения 56 до 7 нормально ролан серого самый сильный кстати у роланда новая билки уже должна быть да наверное нет круговую дорогу до сих пор пасас эль пасас дэля дэля слабый он все еще у меня самый старший по лавелу выжим классно в руби джо джо мужика тебя вот и лавел вот и никого не бьешь один таргет раздает это что пока что с такого расстояния долбит просто по басрам солиарды волшебная палка моя ну кстати а какой у меня лавал сейчас 15 а у тюрганте кора 13 но этих против нее 13 подеремся посмотрим что на себя представляет она у нас должна быть как босс да но она мал до 21 она окей а 13 это просто забей хотя 200 урона не имеет вот я зайду да где-то там широкая штука блин 130 по хвостом сейчас не будет товарищ присядет ха 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 попала вот с волота так иди-ка себе на три базы нормас кажется чё это нормально а а а а а а а а а мы раковые от дожди обернул ровно ровно ты так не а вон он короче даже 3 столового мартику понтикора меня за угнала дурака зеленое копье войны его шикарно так зеленое копье так иван предметы не ты ну ладно хорошо целебный двуличник его напохилили не стесняемся так снаряжение грубое копье стальное копье шикарно стальное копье твердое копье железное копье война сойдет хоть ничего лук нормальный сойдет вроде во что-то окейное одета кольцо дистанции но все на дистанции такое себе у меня шанти выпускает усиленную стрелу на сторону комбинированных ударов уделить шанс запугивания врагов так ты у нас с эти ураганы молот бросок камня тяжелый молот у тебя железный топор вот тут есть тяжелый молот больше у тебя ничего нету грубо железный топор есть ничего лук твой кожаная броня важные сапоги простые башмаки кстати время подъехали защиты от яда защиты обледенения важные сапоги повеселее так тебе кольцо касания нами не конечно и амуль на здоровье конечно очевидно так и давайте команда может быть роланда убрать зорона зуб я хотел зорона просто давайте роланда на время уберем зорона поставим на зорона в первый слоток и оптеку с решением забил так не в дожденьку доберу да нам не сюда в любом раскладе не мало то что сюда так мне тут еще надо вот эту штуку взять хопа лучшая тян но этот сладко речевый демон конечно отлично атака очень полезно получил стальное копье дополнительно зашли за три что такое не знаю что это было но было что-то очень раковая он все так лечится немного не мало самой сратой будешь мои вайфу хопачан концепт вайфу заключается в том что как бы я должен быть нереален я должен быть нереален и не иметь характера я должен сушить только в том воображении что должна придумать себе специальную вайфу на базе меня опасная тварь одержимый монстр нашли так конечно мы к ним пойдем это дикий монстр находящий под давлением загадочных магических окруженную страны аэро что идет их намного опаснее обычных перед поэтому без него ближе законом у нас хорошо вы подумаете сегодня у меня своих силах то лучше сберите с ним однозначно таки отцу может получить большую награду узнать более подробную информацию о монстрах можно меню информация мире список одержимых монстров будет отмече полноциками ваших встреч с ним так давайте посмотрим что же это за задержимый монстр так давайте соберем нашу самую топовую команду попробуем забороть его выходить среди большого держа моем островом шоке большой разряд 22 лава 22 лава я не хочу сразиться строки до сурового я уже отвоевал с 21 лава мы мне принципе хватило кроме шуток это вообще было не дружеская встреча взапная атака с скилли капли новая принес ну вот это твердая капли яркости а до этого себя так и так для меня это нереально будущем россии когда я когда я в украине так копью копье копье снаряга снаряга маленькой девочки остальное копье тени среди какая красотища берем железное копье из меня на стальной копье тени ой шикарно остальное копье тени между прочим девочка теперь уже начинает а девочка созрела так-то грозная стрела создает спешку новинность урон электричеством урон 40 не знаю даже даже наверно как-то нормально что ли так это что у нас такое тут лежит просто грибочки у новая локация что новая локация звучит как-то как-то странно аделюш по поводу нереальности происходящего ощущение что тебя терзает внутренние когда боль это странно такое не должно быть чуррол он такой жирный собака снаряга я хотел боты посмотреть важные сапоги важные сапоги о какие классные важные сапоги у меня вихревые ботинки так у роланду конечно же с нормальной сапоги снаряжение роланд хотя он и так жирные не умирает одна единица здоровья при получении смертельного урона посмотрите какая им бень как здорово в ботинке с десратлом аж загран ужин да я тоже недавно не поехал я должен был кстати вот вот в этих числах быть на кое-какое твич тусовки на украине но из-за того что забран паспорт и быстро его не сделал вообще это денег стоит мне лениво даже жопу в магазин поднять это веке сделал пару кликов чтобы себе купить карту видео новую нормально а вот это действительно мне не очень тема нравится всеми загранами я не понимаю зачем это кому это но как бы прекрасно понимаю что понимаю что меня уже утомили они хорош укрепленный лук амулет здоровья я несколько лет не могу видеть парня благодаря этой ситуации между странами слушай ну давай будем справедливы и одолёшь и я не из я не из тех а галтелых романтиков которые верят в эту чушь если ты не видела своего парня два года он тебе не парень а приятный друг по интернету я понимаю на стрима капитана нередко заходят затем за добрым словом за словами поддержки что-то произошло вообще это я что-то сделал да я что-то сделал что не понимаю неважно как это называется на сама суть а вода что хорошо я был отеля ветра дух пока что произошло как получилось призыв побуждения как то у меня получилось короче с этим побуждения ха 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 это дух вообще охренячий так на к тебе фаерболом дух вот это из тебя подливы выпало на за две подлимы за две подливы он уже был в порядке шикарно не забывай что я трап да какая разница что трапы не люди что ли еще более уважаемые фоняш из поезд в реху боевое время и здесь можно без родной полоски как интересно так ну-ка иди сюда ты заморозишь кажется я не вот она сфера да это она была няши няши молодцы железный топор тени так я добрался я почти добрался там что-то можно еще лутать трапы не геи какая разница гей гей лениги и трапы это вторично трапы не геи сша и мне кажется что трапы не гей блин не знаю суши то что сложный вопрос на самом деле а ей за мной бежит ладно как идущие будет не гей не человек понятно поможем и тогда утверждать что если ты трапы не гей и не гей не человек и трап получается что гей равняется человек а трапы не гей то есть трапы не люди да такая странная логика мне кажется слишком жестоко поташенек трапом лес нера файна ли добрались то дерев каких-то табличках мы это ладзинские письмена лай что один королевство по ту сторону этих лесов говорят там живет еще больше народу чем в корнель говорят то есть ты король королевства и ты вообще даже мир не повидал ты на базу и как-то странно это все пойдем ка скорее поговорим с миром начала из зиме захватили не рваться что я вам скажу о то что прохожу конечно что то что тут я что накосячил что ли поварить их что прям флора девятнадцатого левела это будет сложная хрень но честно говоря очень хочется попробовать куда нормально она валится она вообще валится так нормас и куда как здесь еще не собрано вроде нету так ну лут на действительности забавали так что жизнь жить жить можно как тебе игра получили пять сидунных грибов только подошел и не понимаю механики суши ну это рпг шка попроще чем возьмак механика боя не глубокая совершенно вот это видимо судя всех остальных дрпг это просто она больше про про мир типа мир должен быть глубокий а механика боя пусть и будет не глубокая может быть конечно механика боя глубокая только как бы мне вот непонятно но еще конечно эта концепция разных персонажей я даже не знаю зачем это сделано по моему это немножко нарушает нарушает принципа такой своеобразный линейности прокачки то есть почему мы любим рпг мы любим рпг потому что я был был воином у которого было одно здоровье одна атака вуаля я искал 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 я качался 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 и наконец-то я нашел дрын у которого стало две у меня стало две атаки вот вуаля это прогресс очевидный я получаю удовольствие от того что прогрессирует сейчас у меня меняются от меняются отряды грубо говоря ну не то что прям меняются отряды но как бы вижу понятно что по мере прогрессирования у меня кто-то из отряда у кто-то в отряде появится кто-то из отряда уйдет вот как например было легкий лук огня получил хорошо как например было с девчонкой и из этого на самом деле теряется очень важный момент вот этого прогрессирования роллплей гейм он должен ладно хорошо предположим что несколько персонажей это хорошая идея в том плане что они должны быть всегда с тобой тогда ты их и развивай и так чтобы прям вот игра ты был уверен том что они с тобой пойду до конца типа у тебя кто-то умер там все жизнь жопа закончилась как это что за чушь вообще как что-то что это попробую сюда 71 нанес по всем 20 девчонка не хватит кстати я как все вы сказали вкусе вармар класс или по всему такой что вот поэтому качете должен параллельно всех каждому должно быть свои пушки с одной стороны это очень здорово потому что как бы момент вот этого прокача больше чем обычно потому что очень часто ты там нашел нужную какую-то вещь нашел какую-то нужную сет и твое развитие закончилась некоторый грубое копье опасности с другой стороны как бы шамшир так здесь кстати оккультные же за сырости нет ничего не обрядила не обгрейдится ближайшее время так сабли тоже мы пока не трогаем молоты о свинцовый молоть мы железный топор тени я вот думаю надо ли мне 33 шмотки вообще иметь с собой вот эти железный молоть мы уносит 61 или здесь как бы в любом случае надо все три шмотки с собой таскать есть резон не таскать все три шмотки с собой охотничий лук от легкий лук огня и укрепленный лук я же на самом деле как бы по итогу хотел девчонку с собой взять да пусть у девчонки будет укрепленный лук а у мужика легкий лук огня хотя хотя понять на самом деле не могу что из них лучше придает оружию силу огня кстати а девчонка получается пока мы играем с ней она команда она она что у нас и делает она у нас растет в том плане что она ворует она юзает свою зато графин минус графин отлично картинка в не выше всяких попал я уже сегодня по поводу нее скажем так восхищался прошу позвольте мне поработать здесь но я же говорю что случилось какой-то спор вот эти диалоги конечно хотелось бы озвучить потому что здесь непонятно почему они не озвучены что вам простите не хватило с июна читать немного на день немного текста это по сути сколько же денег было вам обошлось толпой ты можешь пройти на огромного босса если один персонаж умрет у тебя есть еще шансы так это плюс такого решения да куда конечно ну так в dark souls и наше смотри по один персонаж и 9 с этим проблемам я просто смотри role play game она реально очень важен эффект очень важно вот это составляющего отождествления с персонажем вот например мне показали роланда не ролан больше всех нравится но умом я понимаю что эван главный и что вся игра будет строиться вокруг эвана и как бы мне нет смысла сейчас все все прям брать и пихать в роланда короче у тебя заряд копится у пушек и это всякие эффекты там даже автосмена более заряжены пуху было где-то да 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 но мне есть я сам прекрасно справляюсь тысячу раз уже говорил попытайтесь счастье в другом месте но почему я умею печь вкуснейший хлеб вы не пожалеете позвольте мне работать у вас что случилось ой ну этот господин хочет жить и работать здесь в качестве личного повара достопочтенного мира да кто бы что ни говорил я решила для себя я добьюсь разрешения работать здесь а вы же его величество его вы остались целы и невредимы ты прячешь уши под шляпой вот и ведь сильвест раз верно ты пришел сюда и скоро нова именно меня зовут милу я родом и скоро нова до переворота я был учеником повара рад рад раз тебе нигде жить не хочешь к нам я создал новое королевство на равнине глэйс о правда я и не знал что что мне делать а я и а я не знал что мне делать и куда податься шикарно даже если ты был город и можешь качать своего как главного возможно этот возможно это норм тема да точно прошу сделайте меня своим придворным поваром я пока правда кроме хлеба ничего не умею готовить а это временно я буду с нетерпением ждать твоих успехов значит новое королевство находится на равнине глэйс и побежал все просто побежал но что ж тогда до встречи до встречи вашей вашей с нас в нашей с вами новой стране пока почему этот иван выглядит как девочка а вы меня спасли этот виллу меня просто достал ой как мы тебя сейчас достанем слову сказать у вас тоже какой-то делок старейшины неру я думаю вас то уж точно можно пропустить к тому же вы только что здорово выручили меня прошу проходите пожалуйста так ну погнали так старейшина нер зеватор что что вы хотите чтобы я выделил вам дерево для строительства нового королевства ну ну да когда приходишь с просьбой нужно и честь знать просьба касающиеся дел государственных требует непосредственно присутствия короля собственной персоны это я мир мир не ожидал как же приведи короля тогда и поговорим вот же я чистая правда у него даже святой защитник есть да да самый настоящий обычно короли стремятся показать себя их за версту видно а ты какой-то недостаточно статусный неужели я настолько не похож на короля эван был королем коронала из-за государственного переворота в стране он потерял власть но он не сдается он хочет построить новое королевство поэтому эван самый настоящий король вот это драма то есть и тот самый принц эван который по слухам погиб во время переворота такому драматичному героев пом и помочь что хочется да вот только этот лес нынче конфисконом конфискован шестоном и злая в качестве долгового залога вы говорите а шести шести неги и злодея что за шестинги верховный астролог шестинги единоличный властитель лайтзина верховный астролог у них это что-то вроде короля шестом пригласил меня в лай сыграть в кости а я взял и прихватил с собой все свои сбережения увлекся не на шутку и в конце концов поставил на кон весь свой лес и позорно проиграл его и его в придачу теперь какие-то типы и злая развешивают повсюду в лесу свои листовки и долгань это выселение ох беда беда то есть я вот видели людей и там убивал всяких феи т.д. и т.п. это просто выселенные люди которые просто стояли типа знаете о блин у меня нету больше места где жить и тут приходит такие чувак в ушках такой и начинает их разваливать налево и направо из них валят такие копья копья саны и сухари ошметки левой жопки правого туалета туалетная бумага в придачу черепица осколок унитаза черепица тазика в котором бабушка мыла правую ногу правую ногу на подколенной чашечке и все это все из них завалится и такой загарбастал и ушел просто просто убил за гроши выселенных людей сайте какая жесть убийца я тоже в шоке все понятно значит листовки которыми выделены деревьях информация конфискация вместо лес нейро теперь это лес шести ноги но об играх владе не регулярно ходят дурные слухи там сплошное мошенничество и правда все было очень подозрительно поэтому ты поставил правитель страны жульничать в игре в кости если это правда выйдет большой скандал старейший на нир позвольте предложить вам кое-что мы заберем ваш лес назад у шести ноги и если у нас все получится вы выделите для нас дерево правда если вам удастся это сделать я вам этого дерева сколько угодно предоставлю юс ну что ж договорились а чтобы нам не если мы этот лес отвоюем почему бы нам просто его не себе забрать ты ведь не против иван нет конечно да и старейший нейро хочется помочь вперед владень квест обновлен хорошо чё тут есть где-нибудь добавлю новый пост печь подробно так тут просто какая-то бурбуга о синий сундук как же меня бесит 4g 4g интернет айдло тут же ты паут но волон он чуть не пропустил синий сундук здесь